Я, например, я хочу чистить зубы, есть вкусный борщ и пить воду. А я хочу ходить чистым в школу, чтобы меня не засмеяли одноклассники. И вот у меня вчера был день рождения, а мы даже не смогли помыть посуду. И мы хотим встретить Новый год в чистоте и в здравии. Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки и ремонтным бригадам дали доступ к канализационным колодцам, жильцам дома номер 3 по улице Тульской пришлось обратиться в Общероссийский народный фронт, правительство города, прокуратуру и редакцию нашего телеканала. Дважды вызывали аварийную бригаду, они с этой стороны ничего не могли сделать. Надо было с другой стороны попробовать пробить. Нас застройщик не пустил, понимаете? Вот нет и всё, это его частная территория. Без конца у нас отключается вода, и мы не можем попасть на территорию застройщика, потому что наша канализационная система оказалась на частной территории, понимаете? И мы ничего не можем сделать, и доступа нам туда нет. Вот этот забор высокий, всё, мы не можем даже устранить эти утечки. Аварии происходят постоянно. У Галины Огурцовой собралась целая подборка объявлений об остановке подачи воды. Среди них есть и такое. Вот подача будет на 5 минут 23 сентября. В итоге к расчистке канализационных колодцев пришлось подключиться даже спасателям. Один из колодцев завалили строительным мусором рабочие, считают жильцы. Они видели, как сотрудники МЧС доставали оттуда вот такие находки. И данная канализация, и строительство, которое ведется на этой площадке, это являются частными предприятиями. Но в любом случае мы, как представители власти города Севастополя, мы не можем не отреагировать на подобное, чтобы люди у нас встретили Новый год с водой, ну и хорошим настроением. На мой взгляд, незаконно произведено ограждение территории, причем оградили так, что коммуникации, принадлежащие жильцам дома Патульская-3, оказались за забором и вне доступа. И вот только сегодня мы связались с департаментом городского хозяйства. И спасибо им, что отреагировали, вот пригнали машину для того, чтобы прочистить канализацию. Сейчас будем выяснять, какие разрешительные документы. Представитель стройнадзора пообещал провести проверку на соответствие разрешительным документам, которые имеются. Однако это только часть проблемы. Жильцы дома номер 3 по улице Тульской подозревают, что у них под окнами на насыпном грунте строят многоквартирный дом. Хотя департамент архитектуры и градостроительства и Севгустройнадзор выдавали разрешение на строительство трех индивидуальных домов. По адресам улица Восточная, 31, 33 и 39. Об этом говорится в ответе администрации президента России. В поисках правды севастопольцы дошли до высших инстанций. За четыре года у них собралась внушительная переписка со многими ведомствами. Я разговаривал с прокурором. Он говорит, направляйте обращение. Мы проведем прокурорскую проверку и возьмем под прокурорский контроль эту ситуацию. На этот объект представители Общероссийского народного фронта выезжали в феврале 2016-го. К тому моменту балку уже засыпали. Работала строительная техника, но фундамент еще даже не был заложен. Тогда работу удалось приостановить, но, как оказалось, ненадолго. На какой-то срок была приостановлена стройка. Как-то затихло оно все. И опять удвоенной силой все это продолжалось. Сейчас уже не верится, что здесь была живописная балка, где пели соловьи. На ее месте – остров Большого дома. Уже выгнаны несколько этажей. Работы ведутся активно, утверждают местные жители. Но к моменту приезда нашей съемочной группы строители разошлись. По словам члена Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Ивана Камилова, проблема для города системна. Он добавил, сейчас в Севастополе нет надзорного органа, который бы мог проверять строительство на индивидуальных земельных участках и давать заключение о многоквартирности. Мы уже год бьемся над тем, чтобы правительство города Севастополя создало орган, способный осуществлять надзор над объектами, которые строятся на индивидуальных земельных участках. К сожалению, в первую очередь страдают люди, которые покупают вот так называемые студии, так называемые апартаменты в данной ситуации. Потому что рано или поздно порядок в этом вопросе наведен будет. Изменения в градостроительный кодекс уже вносятся, разрабатываются на федеральном уровне. А если региональные власти правительства города Севастополя надлежащим образом отреагируют и создаст орган, способный осуществлять контроль в этой области уже сейчас, эти объекты однозначно по решению суда будут признаны самовольно построенными и будут снесены. Местные жители связывают постоянные поломки канализации с тем, что вместо частных коттеджей строится многоэтажный многоквартирный дом. В подтверждении своих догадок они приводят доказательства. У нас информация это из интернета. Авито, вот этот вот сайт Авито, значит, продаются квартиры в доме по улице Восточной. И вот этот вот красивый дом такой трехэтажный, однокомнатные квартиры продаются. Уже и люди покупают. Здесь ходят вот дольщики, спрашивают у нас, ну как вы тут, что вы тут, а кто вы дольщики? Дольщики, мы здесь покупаем квартиры. Мы точно не знаем, или здесь будут три этажа, или шесть. Потому что застройщик с нами очень невежливо разговаривает и говорит, хочу построить шестиэтажный. Вот, то есть неуважительно относятся к нам. Мы пытались несколько раз найти общий язык, объяснить, что давайте как-то мы решать вопрос так, чтобы никому плохо не было. Но он не хочет с нами работать. По словам местных жителей, работы ведет ЖСК «Престиж». Это подтверждают и ответы из прокуратуры. Однако дозвониться до представителя кооператива нам не удалось. Зато на многих сайтах обнаружились объявления о продаже квартир. В результате вот этой стройки продавлена, сломана наша канализационная система, и ливневая наша система сломана. И сломано, уничтожили 6000 кабель электрический, 6000 вольт. И протянули у нас над головой вот эту временную лэп, который уже полтора года. И не видно, чтобы ее кто-то собирался убирать. По этому поводу представители ОНФ намерены обратиться в Севастополь Энерго. Общественники считают, что охранная зона в 10 метров не соблюдается. До строения около 3 метров. Аварийные бригады работали до 5 часов вечера. Воду все-таки дали. Жильцы дома номер 3 по улице Тульской благодарят за это руководство и сотрудников водоканала, аварийных служб, МЧС и Департамента городского хозяйства. Но местные жители боятся, что проблемы с канализационными колодцами продолжатся. Они настроены решительно. Собираются решать конфликт через суд. Представители Общероссийского народного фронта пообещали держать ситуацию под контролем. Владимир Немцев подчеркнул, они направят обращение с просьбой проверить законность действий застройщика в Севгостройнадзор, прокуратуру, Севастополь Энерго, Департамент архитектуры, правительство Севастополя. Людмила Замятина, Денис Александрович, Севунфорумбюро.